Во многим известном чате Open Data Science есть канал Sequence and Series, и там раз в какое-то время возникает примерно один и тот же вопрос. Люди проходят курс по машинному обучению, либо читают какую-то книгу по машинному обучению, и там есть раздел про временные ряды. В этом разделе упоминается модель Arima, поэтому когда людям становится нужно что-то спрогнозировать, там продажи на следующий месяц, еще что-то там, сколько будет посетителей на веб-сайте в следующие несколько дней, и они берут модель Arima, применяют ее, и получается как-то не очень, у людей примерно одни и те же вопросы и примерно одни и те же проблемы. Я решил, что лучше будет взять вот, собрать вот эти ответы на эти вопросы, эти проблемы в одно место, с тем, чтобы потом можно было проще ссылаться на эту тему. Немного о себе. Меня зовут Антон Лебедевич, и я пришел в Data Science из нагрузочного тестирования и из Highload Backend. Мне понадобилось обрабатывать большое количество временных рядов, которые получаются из результатов нагрузочного тестирования, для того, чтобы понять, где что сломалось, где какие точки перелома, чтобы понять, какой компонент вышел из строя, почему он вышел из строя, как сделать так, чтобы он работал более надежно. Оттуда, из временных рядов, я начал интересоваться и остальными вещами в Data Science, но любовь к временным рядам, к аномалиям, к предсказаниям во мне так и осталась. Если начать совсем с базы, что такое временной ряд? Тут есть некоторая путаница, потому что в разных местах, даже в коммерческих продуктах, есть некое несогласование. Я буду о временном ряде говорить как о последовательности измерений, сделанных во времени, как если бы у нас за окном висел термометр, мы там подошли к нему, посмотрели на время 12.00, посмотрели на термометр минус 5, записали это, там походили кругами, вернулись 12.05, опять минус 5. Вот это вот временной ряд. Иногда это путают с логом событий, как вот пришел пользователь на сайт и что-то купил на сумму такую-то. Но это не совсем тот временной ряд, о которых я буду говорить. В принципе, из вот такого лога событий можно построить временной ряд, сегрегировав его и посчитав, например, сумму покупок за час. Тогда там в 10 утра купили на сток-то, в 11 утра купили на сток-то, из этого получится временной ряд. Что такое задача предсказания временных рядов, причем долгосрочного предсказания? Вот здесь два графика, это 2,5 года ежедневных снятий с банкоматов. Там сверху один банкомат, снизу другой банкомат. На верхнем графике видны вот такие мелкие зубцы, и на этом тоже это еженедельные. Там выходные снимают поменьше, в будни побольше. Вот этот график видно так растет, и размах зубцов у него растет. Вот такое достаточно характерное свойство сейчас встречается. А на этом ряду видны такие примерно одинаковые горбы. А тут данных 2,5 года, и вот этот вот горб, это, я так понимаю, на осень приходится примерно. То есть с этого банкомата снимают день больше осенью, а зимой меньше, и на Новый год вот на обоих графиках такой прострел вниз, на этом не особо заметно, но в других графиках будет видно. А синее — это то, что надо предсказать. Это данные соревнования, это достаточно старое соревнование, NN5 называлось. Дано 2,5 года ежедневных снятий, надо предсказать там что-то 2,5 месяца, кажется. Вот еще два примера из того же датасета. Но эти примеры уже такие более интересные, чем те, в том плане, что тут ряд как будто состоит из двух половинок, и между ними дырка. И размах колебаний еженедельный здесь поменьше, здесь побольше. То есть такое чувство, что просто два ряд состыковали, непонятно, что произошло. Может, банкомат переставили, может, рядом торговый центр открыли, что было. А на нижнем ряду нет годовой сезонности, есть одинаковые провалы на Новый год, а вот все остальное, что происходит, оно очень странно выглядит, и как-то трудно сказать, чтобы оно вот каждый год происходило одинаково. А то, что надо предсказать, там вообще какой-то провал. Вот такие вот реальные данные, вот такие вот реальные задачи долгосрочного прогнозирования. Еще один пример. Это получасовые потребления, потребление энергии за полчаса, где-то в Англии. Это неделя, вот это вот будние дни, вот это выходные. А предсказать нам надо потребление энергии за каждые полчаса, там понедельник, вторник, например. И в чем тут особенность? В том, что тут надо очень много точек предсказать, потому что за один день получасовых точек, там 48 получается. Вот, собственно, в чем проблемы долгосрочного прогнозирования. Первое – это много шагов вперед. Причем много шагов – это десятки, сотни точек, потому что надо там ежедневно предсказывать на пару месяцев вперед, там получасовые на пару дней вперед. Много сезонов. Что я понимаю под много сезонов? Днем, ночью спят, днем работают, в выходные не работают, в будни работают, получаем два сезона. Ежемесячная сезонность, где-то она есть, где-то нет, это дни зарплаты. В каких-то датасетах она наблюдается, в каких-то нет, поэтому я там вопросик поставил. И ежегодная сезонность, ее было видно на одном из графиков, там летом делают что-то одно, зимой делают что-то другое. Внешние переменные. То есть у нас в магазинах могут быть промо-акции, мы вывешиваем рекламу, покупают больше, снимаем рекламу, покупают меньше. И это влияет на наши продажи, но это никакая негодичная вещь, никакая. Это чисто наше действие, вот мы что-то сделали, оно повлияло. Точно так же влияет погода там в разных местах на продаже. Дырки в данных. Банально забывают занести данные, банально не хватает данных по какой-то причине, магазины закрываются на ремонт, банкоматы ломаются. Точно так же в данных бывают какие-то выбросы. Кто-то где-то ноль лишний приписал, еще что-то такое происходит. В данных бывают переломы. Перелом я показал на втором графике, когда два ряда совершенно разных, между ними непонятно что было. Бывают выходные, когда значение продаж там ноль, потому что магазин закрыт. И вот оно вот всегда будет ноль, когда магазин закрыт, и вот этот вот ноль, его достаточно трудно моделировать, на самом деле его не надо моделировать. И иногда бывают нерегулярные измерения. То есть это значит, что если обычно мы там что-то можем мерить, там раз в день, раз в месяц, раз во сколько-то, какие-то вещи, там толщину дерева, биологи могут съездить и померить, там один раз, там два раза летом съездить, один раз зимой съездить, померить. И это получается нерегулярный временной ряд. И другая проблема – мало тренировочных данных. Магазин открылся два года назад, и мы там видели только два года данных, и все. Как мы можем понять годичную сезонность, только два раза ее увидев, и она может быть разная в эти два разных года. Собственно, пойдем к модели Арима. Люди открыли учебник, увидели там модель Арима, пошли в реализацию ее в питоне, посмотрели документацию, увидели там вот такую формулу. Ну, у обычного человека, при взгляде на эту формулу, реакция примерно такая. В принципе, там понятно, что в этой формуле написано, если знать, как они что переобозначили, но это через какое-то время приходит, и нам достаточно хорошо эту модель знать, чтобы понимать, что в этой формуле написано. А можно ее переписать вот так. Здесь чуть более простой вариант. Здесь я выбросил часть про сезонность, выбросил часть про детерминированный тренд по времени. И тут получается такая достаточно простая структура, в том, что первая строчка — это производная целевой переменной, является линейной функцией от нескольких предыдущих значений этой целевой переменной. В Signal Processing — это рекурсивный фильтр. А вторая строчка — это влияние на целевую переменную нескольких прошлых ошибок внесенного шума. Она обозначает какое-то там затухающее или какое-то растянутое во времени влияние шума. И в Signal Processing есть такой трюк, как измерение отклика модели, по сути, ударив по ней молотком. То есть мы берем и в модель в качестве шума запускаем Dirac Δ, которая везде ноль, кроме единственной точки, в которой она единица. И пустив в модель, поставив все предыдущие значения у вот здесь нулями, а в шум поставив там одну единицу и пропустив несколько итераций этой формулы, мы можем увидеть такие вот отклики модели. Это авторегрессивная модель первого порядка, вот тот самый рекурсивный фильтр, описывается вот такой очень простой формулой. И эта простая формула на самом деле очень-очень часто встречается в жизни в очень многих физических процессах. То есть это остывание нагретого тела, это наоборот там заряд конденсатора, это затухание количества откликов, упоминаний в Твиттере какой-то темы после какого-то события. То есть видно, что авторегрессионная модель первого порядка достаточно полезна и в физическом мире многое описывает. Я попробовал второго порядка модели сделать, ну ничего особо интересного, тоже какое-то затухание. Еще один пример модели второго порядка, это такой звон. То есть мы ударили молотком, и он так звенит, затухая, как вот по колоколу. То есть получается авторегрессионная модель еще может колеблясь возвращаться к какой-то средней точке. Ну и еще более интересный пример, тут и колебания видны, и затухания видны, и все в одном флаконе. Но суть такова, что авторегрессионная модель, она может моделировать некоторые колебания, некоторые затухания. В принципе, ее можно заставить генерировать не затухающие колебания, но при реальном построении модели это не такое уж частое явление. Есть одна такая вещь, которую говорят в учебнике про Ариму, про то, что ее надо моделировать на стационарном процессе. И чтобы сделать процесс стационарным, его надо дифференцировать до тех пор, пока вот он стационарным не станет. То есть если в процессе есть там какие-то тренды, то есть он, например, растет, он там падает или что-то вот такое происходит, надо, чтобы он был примерно ровный и колебался в каком-то одном диапазоне. Его надо дифференцировать. Но тут я решил сделать контрпример и пойти наоборот. Вот мы взяли некий сигнал, который стационарный, это на самом деле просто шум. И будем его интегрировать. То есть это процесс неинтегрированный, интегрированный нулевого порядка, неинтегрированный. Проинтегрировав его один раз, получаем броуновское движение. И при этом что надо заметить, то что размах его у нас стал так сильно побольше. То есть здесь минус 15, а в оригинальном шуме у нас был размах от плюс 2 там до минус 3, примерно. То есть мы его раз проинтегрировали, и с шума получили что-то похожее на тренд, которое куда-то так отъезжает. А если мы его проинтегрируем еще раз, то мы получаем что-то вот совсем улетающее, что-то совсем похожее на тренд, но оно улетает очень далеко, то есть всего за 100 шагов оно улетело куда-то там за 500, за 700. То есть получается так, что тут совет, который в учебниках говорят, дифференцируйте до тех пор, пока не станет стационарным, он на самом деле опасен в том плане, что небольшой шум моделей при обратном интегрировании, вот мы проинтегрировали несколько раз, он превращается в какие-то странные тренды, которые уносят сигнал не пойми куда, но при этом это не тренды, это не явление нашей природы, это просто проявление шума, после того, как мы его поинтегрировали. Дальше. Я решил попробовать смоделировать простой циклический процесс Арима моделью и взял для этого, руками сконструировал, вот зелененьким видно, это такой идеальная форма продаж в каком-то магазинчике, который на выходные закрывается, вот это вот у нас выходные, суббота, воскресенье, в понедельник продает чуть больше, потому что у людей все за выходные кончилось, и в пятницу продает еще больше, потому что люди хотят запастись перед выходными чем-то. Добавил туда немножко шума и решил помоделировать его Аримой, просто взять Автоариму, запустить на этом сигнале и получил вот такое, то есть зеленое это то, как должно быть, это идеальный сигнал без шума, а вот эта вот странная затухающая штука это тот долгосрочный прогноз, который нам выдала модель Арима на вот обученное на сигнале, который был на предыдущем шаге. Видно здесь две вещи, одна вещь, что у нас период колебаний не совпадает с нашим недельным периодом. И другая вещь, что она сходится к среднему, то есть нули у нас не учитываются, модель сходится к среднему, и вначале какие-то колебания, которые не совсем те. В чем тут есть проблема? Подобралась Арима третьего порядка, это специальный алгоритм, который подбирает порядок модели, но про этот алгоритм известно, что он этот порядок подбирает неправильно, и лучше этого алгоритма как-то и нету. Что в этом эксперименте делалось? Автор этого блога, он попробовал сгенерировать много-много разных процессов, о которых известен порядок, построить на них Арима модели, посмотреть, совпал ли порядок Арима модели с тем порядком, который был в генерирующем процессе. И тут видно, что для первого порядка процент совпадений там 30-40% в зависимости от длины ряда, для второго порядка там меньше 10%, 10% достигает только на 10 тысячах точек, а для третьего порядка не угадал вообще ни разу. То есть получается так, что у этой модели мы не можем подобрать правильный порядок, который был в генерирующем процессе. Ну хорошо, попробуем, возьмем, ручками забьем порядок седьмой. Потому что, в принципе, если мы возьмем на 7 шагов назад, там прошлый понедельник, и будем им прогнозировать текущий понедельник. Получается хорошо. То есть если мы можем умозрительно сконструировать функцию, в которой будет Арима модель, в которой будет на седьмом месте единичка, дальше все нули, и она будет идеально предсказывать. И попробуем построить Арима модель по зашумленному сигналу, но вот ровно задав седьмой порядок. Тут видно, что она угадывает цикл, угадывает цикл правильно, но не угадывает нули, нули почему-то растут, и пик сигналов тоже почему-то сходится. И если этот долгосрочный прогноз продлить так продлить, он опять сойдется к среднему. То есть автоматически построенные Арима модели сходятся к среднему. Какие проблемы у... как Арима модель получается взаимодействовать с нашими проблемами, которые есть в долгосрочных прогнозах. Соответственно, много шагов вперед. В принципе, работает, потому что мы можем через один шаг прыгать, прыгать, прыгать вперед, и там хоть на тысячу шагов пройти. Единственное, что модель сходится при этом. И при этом еще растет ошибка моделей, и если посмотреть на графики, на которых будет нарисован еще разброс, который модель дает, он получается совершенно безумный, когда шагов вперед много. Ну, то есть так себе. Много сезонов. В Сариме на самом деле это расширение модели Арима. Вот буква Х обозначает это занесенные внешние предикторы, как линейная модель, а буква С обозначает сезонное расширение. Но сезонное расширение дает только один сезон. А в жизни у нас сезонов 3, а то и 4. То есть получается с сезонностью у нас все плохо. Со внешними предикторами все в принципе хорошо, потому что там она подперта линейной моделью. С дырками в данных все плохо, потому что модель рекурсивная. То есть вычислить следующее значение можно только зная предыдущее. А если в предыдущем дырка, то предыдущее надо как-то подставить. Как его подставить? А давайте возьмем линейную модель, вот там сапроксимируем. Ну вот как-то так. С отлайерами тоже все достаточно плохо. Примерно точно так же, как с дырками. То есть отлайеры модель ломают, лучше их выкинуть каким-то образом. С ченчпойнтами. Ну с ченчпойнтами практически у всех моделей плохо, но в принципе с ней могут хорошо деревья работать. С выходными. Нули, как мы видели, модель не может моделировать. Все плохо. С нерегулярными рядами тоже все плохо. Потому что это формула рекурсивная и предполагает, что предыдущие значения находятся на равных интервалах времени друг от друга. И с коротким трейном и плохо, и хорошо. С одной стороны, если мы моделируем один сезон, то в принципе нормально. Другое дело то, что вот этого одного сезона нам в тренировочном наборе должно быть не меньше там трех-пяти, а то лучше и десяти. Ну кто же там за десять лет данные найдет? Окей, а что же делать вместо Аримы? Ну тут открывается целый мир. То есть вот здесь можно долго-долго все эти модели перечислять, рассказывать про них. Я так пройдусь достаточно по верхам. Значит, первое. Как ни странно, наивные методы хорошо работают на долгосрочных предсказаниях. Что есть наивные методы? Это мы берем значение, которое у нас было последнее, и просто им продолжаем. Либо берем среднее значение, по тренировочному набору, просто им продолжаем. Берем медиану, просто продолжаем. Есть другой вариант, когда мы берем наивный сезонный прогноз, когда мы, если мы предсказываем на февраль там следующего года, просто берем значение февраля текущего года. Все. И как ни странно, если данные сильно шумные, если данных там мало, эти вещи работают, причем они дают достаточно хороший бейслайн, и модели часто не очень далеко от этого бейслайна уходят. Другой вариант для долгосрочных прогнозов. Это линейные модели. Но линейные модели все знают, они достаточно простые, а вся хитрость и интересность прогнозов с линейными моделями это фичи, которые туда заносятся. А вот фичи туда можно заносить очень и очень много разных. Но первая фича это попробовать из линейной модели сделать ее чуть-чуть обратно авторегрессионной, занеся туда некоторое количество лагов. Лаги это просто предыдущие значения переменной. Либо какие-то агрегаты от предыдущих значений переменных, либо какие-то агрегаты от окон на предыдущих значениях. Можно туда заносить сезонность разными способами, либо категорийные сезоны, если мы предсказываем дни недели, то мы просто заносим, что вот это понедельник, это вторник, это среда. Можно заносить сезонные гладкие колебания при помощи рядов фурье, добавляя туда некоторое их количество. Про оконный агрегат рассказал. Есть еще такая интересная фича, как плечи вокруг выходных. Что она обозначает? Вот у нас есть некий пик выходной, а вот вокруг этого пика есть еще некоторое влияние на наши сигналы в оригинале, то есть там перед праздниками закупаются, а может быть после праздников вообще ничего не покупают. Но вот это часто с Новым годом видно, как там продажи какой-нибудь еды вот так вот влетают в космос, а потом падают, и никто ничего не покупает. И точно так же можно заносить промо-акции, как там логарифм бюджета или что-то в таком духе. Есть даже у тех, кто профессионально занимаются этими предсказаниями, у них есть целые наборы разных видов промо-акций, то, как они влияют на дальнейшее поведение, пока промо-акция идет. Всеми любимый XGBoost. Да, он работает для прогнозов. Работает неплохо, он побеждает в соревнованиях, но с ним есть некоторые трюки, про них расскажу позже. Смешивание моделей. Причем в долгосрочных прогнозах, как ни странно, есть точка зрения, что смешивать надо, не подбирая по валидационному набору лучшую комбинацию весов, а просто замесив с одинаковыми весами некоторое количество моделей, которые не катастрофически мимо. То есть мы берем, выкидываем из ансамбля моделей те, которые промахнулись уж очень далеко, а от оставшихся предсказаний берем простое среднее. Нейронные сети. Это хайп, все с ними шумят, но они работают на долгосрочных прогнозах. Да, они дольше учатся, да, им надо много-много-много данных. По сравнению с линейными моделями, там тысячу точек не обойдешься. В соревновании на Росмане на третьем месте была такая интересная вещь, как entity-embedience. Можно почитать статью, предсказывают. И ЛСТМ тоже работает на прогнозах. Но нейронки — это хайп. Еще одна вещь интересная — это байсовые методы. Тут я перечислил, BSTS — это R-библиотека. Для того, чтобы конструировать байсовскую модель для прогнозов, недавно вот Facebook выпустил Profit. тоже это, если BSTS — это такой конструктор, в котором ты сам собираешь модель, что я хочу добавить одну сезонность такой длины, другую сезонность такой длины, детерминированный тренд такого-то формы, то в Profit уже заложены какие-то рамки сезонности, какого-то тренда. И это более простая в использовании модель. И есть вот такие вот конструкторы, как PIDLM, питоновские библиотеки, из которых тоже можно собрать байсовскую модель. В чем интересность байсовских моделей? В том, что они дают не один прогноз, как обычные модели регрессии, они дают нам среднее. А байсовские модели нам дают все распределение, и это нам дает возможность сказать, что с вероятностью 95% там у нас запасов на складе хватит, а только с вероятностью 5% у нас все кончится. И это очень полезно для предсказаний потребления, например, электричества, потому что там только вот на этих квантильных регрессиях и живут. Еще есть такой интересный подход под названием Multiple Output. Суть его заключается в том, что при предсказании, например, на неделю вперед, если мы учим модель, которая предсказывает на 7 дней вперед, получается, что в этой модели мы можем использовать фичи, которые находятся только на расстоянии 7 дней от той точки, к которой мы предсказываем. Это некоторая проблема, если мы предсказываем, например, на завтра, потому что предсказывая на завтра, хорошо бы учитывать то, что происходило сегодня. И тут есть два метода. Один метод, директ называется, это когда мы строим 7 моделей, и все они, одну модель на один день, другую модель на два дня и так далее. Другой, когда мы комбинируем рекурсивную модель и модель, которая предсказывает сразу на несколько дней вперед. И есть еще две таких модели с очень странными и смешными названиями. Да нет, все слышно. Хорошо. О, отлично. Короче, модель со смешным названием MIMO суть ее в том, что это Multiple Input, Multiple Output, то есть она учится на векторе и предсказывает сразу вектор. И это по статьям получается хорошо, и это выигрывает в некоторых соревнованиях. А вот модель с совсем смешным названием это комбинация модели директ и комбинация модели MIMO. Суть ее в том, что она предсказывает на большой горизонт вперед небольшими блочками, то есть она делает Multiple Output на небольшой блочок, но при этом она прямо предсказывает небольшой блочок где-то далеко впереди. Вот. Это я хотел рассказать про то, как надо быть осторожным с деревьями. Здесь рисуночек, который показывает, каким образом линейная регрессия хорошо продолжает тренд. Если у нас в оригинальных данных есть растущий тренд, строим линейную регрессию, она его продолжает. Вот у этого вторая нейронная сеть тоже его хорошо продолжает, но дальше я покажу, что это не совсем так. А вот деревья, Gradient Boosting и Random Forest, они останавливаются на последнем виденном значении. То есть получается так, что если вы напрямую будете предсказывать ряд, который растет или там падает, например, то он остановится в росте, остановится в падении, если вы будете предсказывать его деревьями. И дополнение про нейронные сети. То есть они экстраполируют на небольшой диапазон нормально, а вот если мы пойдем дальше, то там нелинейная функция насыщается, и они тоже сходятся к какой-то константе. То же проблема. Соответственно, как с этим бороться? Надо тренды неким образом убрать, и один из способов убирания тренда – это вычесть линейную регрессию, а другой способ – это продифференцировать. И надо помнить о разных видах временных рядов. Вот в статейке про юнитруд про это говорится. Суть в том, что какие-то ряды – это что-то вроде броновского движения, и если из них вычесть линейную регрессию, то получится плохо. И их надо дифференцировать. А другой вид рядов – из него хорошо нормально вычитается линейная регрессия, они потому что все время возвращаются к тренду, и результат получается более-менее ровный. Вот такой пример того, как в Гугле неофициально это делают, того, как построить свой workflow для долгосрочного предсказания. То есть есть ли такие вот вещи, как просто очистка данных от аутлайеров, это примерно всем понятно и известно, вычитание выходных, то есть это сделать так, чтобы импульсы, происходящие на выходных, остались ровными. Агрегация – тоже понятная вещь. Seasonal adjustment – это то, когда мы пытаемся вот эти колебания годовые неким образом выровнять. Один из самых простых методов – это когда мы просто берем, вычисляем там среднее за март за несколько лет, среднее там за февраль за несколько месяцев, за несколько лет. Таким образом мы получаем среднюю форму за год, ее вычитаем, и наш сигнал становится более-менее ровным без годовых изменений. Запускаем это дело в несколько моделей, потом каким-то образом выбираем из них либо лучшие, либо агрегируем их предсказания, и разворачиваем всю эту цепочку обратно до наших прогнозов. Вот это такой пример. На самом деле тут эти шаги могут быть некоторым образом перемешаны, некоторые модели могут учитывать сезонность, например, напрямую, то есть для деревьев можно сезон занести, и тогда не надо будет сезон вычитать. Но это как бы такой общий пример, как это примерно делается. Что полезно еще посмотреть? Полезно посмотреть на логи соревнований, на отчеты участников, потому что соревнования отличаются от статей тем, что там много данных, и эти данные достаточно шумные, плохие, разные. Если в статьях люди изобретают метод, этот метод хорошо работает на трех рядах, которые были специально подобраны, чтобы хорошо работать с этим методом. А в соревнованиях тебе дается тысяча рядов, причем эти ряды вот просто вот не пойми какие, и он должен равномерно хорошо работать на всех. Поэтому в соревнованиях методы интересные. И куча статей, чтобы почитать на потом. Статья о прогнозах. Видео очень хорошее о том, как применять машинное обучение на временных рядах. Парочка проектов. Это библиотека на арт для форкастинга. Это профит фейсбуковский. И большой-большой учебник, если вот прямо от начала до конца сесть читать о том, что вообще такое прогнозирование, и как и с этим жить. Так, если вы не успели сфоткать тот слайд, сфоткайте этот. Вот это вот ссылка на всю презентацию. Она уже выложена в интернет. И у меня все. Я буду рад ответить на ваши вопросы. Вот так ты себя услышишь? Отлично. А вот так можно будет услышать кого-нибудь еще с вопросами? Спасибо, очень интересно. А чем ряды прогнозировать? Не, ну на практике, то есть. Ну вот, например. Ну вот, список, чем прогнозировать ряды. Спасибо большое за доклад. Вы сказали, что, извините, не сначала, возможно, вы и про другие временные методы говорили для прогнозированных временных рядов. Вопрос, вот Arima имеет место быть по вашему? И в каких случаях именно ее, а не… Ну, то есть, я так понимаю, вы предлагали вместо Arima использовать там линейную регрессию, нейронные сети, какие-то ансамбли. Когда все-таки имеет смысл спуститься к Arima, а когда смотреть на какие-то другие решения? Arima хорошо описывает некоторые физические процессы, затухания в системах после воздействия. И она хороша, когда делаются краткосрочные прогнозы, например. А краткосрочные – это… Ну, это там в пределах десятков точек, меньше десяти точек. А я говорил о том, как предсказывать на много десятков, на сотни точек вперед. А на таких горизонтах Arima, она сходится обычно. И влияние вот этих всех авторегрессионных коэффициентов, оно спадает на ноль, чем дальше мы прогнозируем. То есть, если краткосрочные прогнозы, то Arima. И для того, чтобы поглотить какие-то выбросы, которые влияют на нашу систему, и она затухает после этих выбросов. Я так глазами пробегал по книге, которую вы рекомендовали в конце. Там, помню, точно Arima была, но были ли там описаны другие методы, как, допустим, решение деревьев, как примеры какие-нибудь… Вот про деревья там, я не уверен, что было. Там про Arima, про наивные, про линейные, про нейронные, про байесовые модели там, кажется, не было. Эта книга более такая байесовая, более базовая, которая идет вот с нуля, постепенно добавляя-добавляя сложности, поэтому там начинается с наивных моделей, через линейные модели, Arima и так далее. В этот long-form прогнозы есть какой-нибудь, что вы думаете, как именно смотреть на long-form прогнозы, как книга, которая можно рассчитать, и то больше узнаем на себя. Ну, я бы рекомендовал начать с той книги, если в прогнозах как бы только первые шаги, а там дальше уже по статьям ходите по конкретной теме, потому что разного вида прогнозы делаются там разными методами, по-разному. То есть такого как книги пока очень не знаю? Ну, книги есть, сейчас вот на вскидку не помню. Спасибо. По поводу... Можно вопрос? Спасибо большое за доклад. По поводу Росмана. Вы упомянули, что решали эту задачу. Скажите, немножко глупый вопрос. Ну, глупый вопрос. Там для того, чтобы уточнить, ну, получить большую точность, необходимо было использовать логарифм от продаж, нежели, ну, сами продажи. Вот почему вообще вот в таких временных рядах это может... Ну, это используется. И не совсем просто. Логарифм там используется по нескольким причинам. Одна причина – то, что подбирание логарифма больше соответствует той метрике, которая в том соревновании использовалась. Там процентное, среднее процентное отклонение использовалось. А это не совсем РМСЕ, которое обычно моделями оптимизируется. А оптимизация логарифма, она больше похожа становится на РМСЕ. На РМСПЕ там была. Вторая причина – это способ убрать отличие, варианс целевой переменной на разных уровнях ее. То есть у нас разброс продаж там типа когда... Это... Сейчас покажу. Это вот способ борьбы вот с таким вот явлением. Когда у нас, если амплитуда... Если уровень маленький, то амплитуда маленькая. А когда уровень большой, то и амплитуда становится больше. Это вот такая еще вещь. И еще логарифм используют для того, чтобы сезонность сделать из аддитивной мультипликативной. Потому что сложение в терминах логарифма – это перемножение. Ну, да. Понял. Спасибо большое. Антон, классный доклад. Спасибо. Мне не дает покоя вот все. Ты сказал, что XGBoost для временных рядов – это хорошо, но есть нюансы. Пообещал рассказать и не рассказал. Я, может быть, не очень четко это сказал. Вот нюанс с XGBoost. То есть он не умеет продолжать тренды. Он не экстраполирует. То есть если у нас временной ряд растет или падает, если мы предсказываем XGBoost напрямую не детрендный, не дифференцированный, то он не будет больше расти, не будет больше падать. Добрый день. Вы меня не видите. Не беспокойтесь. Скорее всего. Скажите, пожалуйста, как измеряется качество прогнозирования? Просто разница между точками, которые должны быть предсказаны, или какая-нибудь более хитрая функция? Там еще есть функция ошибки. Есть несколько разных метрик. Вот одну метрику вспоминали с Росманом и РСМПЕ, кажется, если букву не перепутал. Есть много разных метрик, и для разных целей используют разные метрики в зависимости от того, что там для бизнеса лучше. Кто-то меряет обычного РМСЕ, кто-то меряет процентное отклонение, кто-то меряет взвешенное... Как это там? Я забыл те буквы. Там суть в том, что измеряется среднее абсолютное значение отклонения, но при этом оно взвешивается так, чтобы оно и вверх, и вниз учитывалось одинаково. А есть какие-то предпочтения по методам в зависимости от метрики? Навскидку не вспомню, надо подумать. Ну, то есть там есть предпочтение по припроцессингу, потому что если у нас процентное отклонение метрика, то лучше логарифмировать, как это в Росмане все делали. Ну, вот такого рода вещи вспоминаются. Хорошо, спасибо большое. Скажите, пожалуйста, использовали ли вы Тибац, и можете вы что-то про него рассказать? Это первое, что я попробовал в Росмане, и он сразу сломался. С ним проблема в чем? Он не понимает нули, и он полностью вот рекурсивный, в том смысле, что ему нужны все предыдущие значения, а в Росмане были дырки в виде выходных. То есть там каждое воскресенье магазин закрыт, а Тибац вот либо может попытаться это как сезонность смоделировать, но как сезонность это моделируется плохо, потому что независимо от того, были у нас продажи в пятницу сто или тысяча, там в субботу они будут ноль. Вот ровно ноль, и никаким коэффициентом вот ровно обратно в ноль не попасть. Спасибо. Спасибо большое за доклад. Скажите, а вы используете кросс-валидацию и перемешиваете ли вы значения? То есть ряд это последствия? Про кросс-валидацию для временных рядов очень хорошо вот в этом видео рассказано. Суть в том, что для валидации надо откусывать куски в конце ряда, постепенно вот этот вот конец ряда сдвигая все ближе и ближе, и суть в том, что нельзя перемешивать, то нельзя учиться на том, что было в будущем относительно того, на чем вы валидируетесь. То есть если вот взять ряды с самого начала, то для валидации мы вот можем обучиться, например, вот на таком вот куске, а провалидироваться вот на таком куске. Обучиться вот на таком куске, а провалидироваться вот на таком куске. То есть мы обучаемся на начале, валидируемся на конце. И вот этот вот конец мы можем двигать для кросс-валидации. Но если мы поддаем в дерево, то мы же не все предыдущие наблюдения. а какой-то кусок, то есть лаги назад, плюс, например, был ли holiday, ну еще, например, weekday. И вы использовали наблюдения перемешанные или последовательные? Для генерации фич используются только последовательные наблюдения, потому что сама суть этих фич в последовательности в том, что мы вычисляем какой-то агрегат, например, на каком-то окне, который был на сколько-то дней назад, вот там предсказуемого значения, и вот для таких фич просто перемешивать-то нельзя. Да, это понятно. А для оценки качества? Вы берете перемешанные вот эти сэмплы? То есть те, которые были в начале ряда, потом через какое-то время, или вы берете последовательные? Для оценки качества берется среднее значение метрики, посчитанное на вот всех вот этих вот кусках валидации, которые мы отрезали в конце. То есть всегда в качестве тестового берется кусок ряда, который в конце? Да. Спасибо. Подскажите, пожалуйста, какие, за исключением условно-наивных, существуют способы в случае датасета с отсутствующими значениями, способы восполнения этих значений? Ну, там, кроме среднего или что-то? Ну, линейные сплайны. Либо линейную модель построить, которая проставит эти значения. Линейная интерполяция, сплайновая интерполяция. То есть, в принципе, можно пропущенные значения предсказывать. Мы строим линейную модель, которая, в принципе, может и прогнозировать, и с таким же успехом она может пропущенные значения восстанавливать. И ей пропущенные значения не очень страшны в том смысле, что там строками являются те строки, которые… Как-то строками в обучающем татасете являются те строки, которые у нас есть просто. А фичи мы считаем таким образом, чтобы они игнорировали пропущенные значения. То есть, мы там берем не среднее, а медиану. Мы можем взять среднее, просто поигнорировав пропущенные, взять медиану, проигнорировав пропущенные. Что-то в таком духе. У меня вопрос об обозначенных недостатках деревянных моделей, их же Boost, Random Forest, о том, что они не умеют ловить тренд. Это общая тенденция, либо это полученные данные для каких-то конкретных задач, для конкретного набора фич? Это, с одной стороны, и общее, с другой стороны, и случай конкретный. Если мы пытаемся предсказывать целевую переменную с трендом, и в будущем она там будет расти, то да, это недостаток, потому что дерево в будущем ее не продолжит растущей. Это общий недостаток дерева, то, что деревья не экстраполируют. Они не могут продолжать, они не могут поставить то значение, которого они не видели, целевой переменной. То есть, если последнее значение целевой переменной, максимум, который они видели, там 100, больше 100, дерево никак не предскажет. А что касается краткосрочных прогнозов, что вы скажете о деревянных моделях? Ну, работают. Неплохо. Спасибо за доклад. Вопрос, насколько в Time Series хорошо развитые блокбоксы, когда мы можем скормить данные и получить предсказания, они намного хуже, чем с ручной подборкой гиперпараметров? Там дела обстоят примерно так же, как и во всем остальном машинном обучении. Ну, то есть, мы можем там перебрать все параметры, мы можем сделать блокбокс, который изнутри там перебирает себя все параметры, и там пыхтит несколько недель на 100 серверах, и в конечном итоге подбирает нам что-то хорошее. Но мы его считаем блокбоксом. То есть, ничего такого, что реально взлетает в проде? Ну, а в смысле, хорошо работают простые линейные модели, но там надо попыхтеть с фичами. Ясно, спасибо. А вот такого, чтобы мы туда загрузили то, что было, оно нам магически все предсказало, такого как-то… Добрый день, спасибо за доклад. Я бы вот хотел задать такой вопрос. А, собственно, как себя показывает Арима при прогнозировании финансовых временных рядов, если не ставить вопрос о вообще возможности их прогнозирования и не поднимать гипотезу эффективности рынка и тому подобное? То есть, ну, вот, может, какие-то кейсы интересные? С финансовыми рядами все странно и интересно. Я туда, честно говоря, особо не лазил, и там много чего всякого странного и интересного делают. То есть, да, там Ариму используют, но не впрямую, а кто-то ее как фичи заносит. Но, как бы, финансовые ряды – это вот не то, о чем я рассказывал. Я говорил там во всяких сезонностях, о том, как там большая масса людей себя ведет примерно одинаково в одни и те же времена. А финансовые ряды – они более интересные в этом смысле. Давайте закончим с вопросами прямо сейчас. Опять же, Антона можно будет еще легко найти. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. 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 Спасибо.